доброе утро друзья мои с вами на канале она ольга николаевна сегодня мы с вами вместе выпьем кофе кофе я уже себе сделала со сливочками утречком взбодриться чтобы день задался и удался вот так а сегодня суббота суббота на работу я съездила все в порядке получила все что положено получить приятное не подумайте плохого утро начинаем с водички это обязательно водичка медок обязательно ну и конечно кофе а после кофе обязательно несколько глоточков водички и здесь я хочу тоже с вами поделиться что у меня на завтрак это сыр вот сыр несколько полосочек это киви и конечно вишенка на торте да и вот такая вот клубничка одна но я хочу с вами из ага сказать вам еще одну вещь что сегодня день поедания овощей так что сегодня готовим и кушаем в основном овощи а кстати хочу вам еще сказать все никак никак не скажу квас у меня получился хороший неплохой квас и я даже сделала окрошку и как бы ну не при вас конечно это все делалось но вы понимаете что окрошка из себя представляет и конечно я сделала так значит кефир и плюс квас вот так вот на кефире плюс квас очень очень вкусная очень вкусная у меня даже и сейчас еще там осталось наверно на одну порцию да ну ладно это я о том что я читалась перед вами что квас удался правда хочу сказать если квас как я в общем знаю такую информацию что если квас там дрожжевая закваска то закваска это остается для следующего у меня же без дрожжевая было без дрожжевое приготовление поэтому здесь никакой закваски не остается то есть я все это все как бы в общем удалила и теперь значит сегодня как я уже сказала у нас день поедания овощей и день сегодня яблочных штруделей поэтому готовим пирожки с яблоками или пироги или еще какие-то булочки и все это чтобы было у нас с яблоком это по поводу того ну а по поводу овощи овощного блюда сейчас я кофе попью или точнее сказать сначала расскажу а потом попью кофе может быть и тогда и я еще хотела похвастаться у меня вот сегодня батончик да вот такой батончик шоколадный мне кажется он везде везде наверное продается и эти батончики они вообще очень уже с давних времен я помню еще и в детстве и на сегодня вот такой батончик стоит в районе 50 рублей а на распродаже 29 и вот когда по 29 я как бы но стараюсь купить там парочку троицу всегда стараюсь купить они бывают назначат с начинкой сливочной и с начинкой шоколадной ну мне больше сливочная все-таки нравится начинка то есть это вот я как бы приготовила себе если что захочется я могу это съесть вот и сейчас коли у нас уже день такой который я назвала поедание овощей я покажу вам что я уже тоже начала делать только не поставила в духовку это я отправлю чуть позже в духовку а заготовочку я сейчас вам покажу смотрите значит кабачок разделяем на пополам делаем надрезы вот таким вот образом вот вы видите да надрезы в эти надрезы вставляем кусочки сыра вот они кусочки сыра сверху конечно я здесь еще немножко приправила ночью посыпала определенной приправкой вот и это все вот это я вам специально один показала вот он выглядит видите как этот дикобраз какой-то да как будто с колючками вот из сыра вот так вот сделано вот и уже вторую половинку я вот сюда вот как бы вам чтобы виднее было вот так покажу вторую половинку я уже на лист положила и я понимаю что сыр может таять и как бы он может стекать куда-то так чтобы вот он никуда-то стекал я две маленьких картошечки разрезала и смотрите выстил на фольгу их положила эти но пластики картошечки такой да ну немного там морковь еще осталось все сверху чуть-чуть тоже приправки и на эту картошку кладу вот эти две половинки вот одна половинка у меня уже здесь и вторую я тоже значит сейчас сюда отправляю где потоньше хвостик с одной стороны с другой пошире вторую наоборот у меня небольшой лист поэтому вот таким вот образом смотрите я все это вот так вот их определила вот так вот я их определила и это у меня все пойдет в духовку ненадолго минут если в разогретую я думаю 40 минут вполне достаточно ну посмотрю как будет она себя вести и как будет зажариваться я считаю что значит минут на 40 это в духовку в разогретую вот такие вот запеченные кабачки будут сыром вот так что рекомендую а так как сегодня день поедания овощей то грех не сделать не упустить этого праздника не упустить этот момент и побаловать себя вот такими вот кабачками с сыром да очень красиво выглядит рекомендую такой вот рецепт так что это мы с вами вот так вот сейчас вот так вот поставим чтобы все это было видно видно было по мы же не отключаемся пока с вами то есть вот такое вот блюдо у нас сегодня в праздник день поедания овощей но всемирный день у нас сегодня это борьба с засухой поэтому что мы вредим своей природе на нашей земле мы должны восполнять значит сажа подсаживать кустарнички деревья где-то значит поливать то есть защищать окружающий мир вот так вот ну а как бы более позитивно это пожалуйста яблочный штрудель готовим и поедаем овощи как можно больше тем более сейчас лето ну а я как уже вам сказала вот такое приготовление сделала киви кстати киви приобрела в ашане у нас ашан такой есть магазин где подешевле киви уже у нас в магазинах поднялась цена до 200 но я думаю если кто обращает внимание на это у вас наверное тоже такой же ценник а там 100 понимаете как-то 108 что ли было я купила прям ну полкило конечно немного купила там штук на 6 будет они не крупные да вот так вот купила все-таки киви но и вы знаете мы не очищаем кожицу едим очень полезно очень здорово и кстати сказать сейчас нужно обратить особое внимание мы покупаем фрукты и овощи обязательно хорошо моем обязательно потому что в новостях то там то там люди отравляют отравляют отравляются и не это все из-за того что плоховато моем да друзья мои плоховато моем ну вот так вот скажете ваш твои лекции нам очень-очень то не приболели ну друзья мои а куда без этого вот куда без этого кстати сейчас я вот уже сеть сейчас значит я говорила что ремонтом занимаюсь и хочу вам сказать там такой такой ценник чтобы точнее выразиться ценник значит штукатурка вновь не где-то там вторичка именно вновь когда квартиры без ремонта то есть голые стены штукатурка стоит за квадратный метр пятьсот пятьдесят рублей за квадратный метр то есть очень очень как бы не дешево вот так вот да друзья мои вот так как бы сам не умеешь а все и не можем мы все уметь поэтому отдаем это специалистам а специалисты конечно свой труд ценят и вот так вот это нам получается не так уж и дешево ремонт эти да а куда деваться а куда деваться раз мы людей наняли значит мы должны тоже уважать чужой труд но это же так но и пожалуй наверное я попрощаюсь не буду ваше время еще уделять так что еще разочек сегодня день поедания овощей рекомендую приготовить вот так вот такие вот баклажаны незатейливый ремонт ремонт рецепт а то у меня уже и ремонт на языке рецепт незатейливый вот такой вот немножко необычный начиненный сыром причем я думаю что будет очень нежно вкусно и здорово сыр обычный твердый на полосочки разрезать если кабачок большой значит полосочки можно побольше покрупнее и так далее то есть вот так вот рекомендую сейчас наверное я отключусь всем добра всем благополучия всем нам чистого неба мирного неба всем хорошего настроения всем друзей побольше чтобы окружали только хорошие люди в окружении у нас были и всем всего наилучшего с вами была на канале она ольга николаевна подписывайтесь ставьте лайки дизлайки и до встречи друзья мои и вот такое блюдо у нас готовое кабачки с сыром запеченные вот так выглядит после приготовления ну по-моему очень даже ничего